Наверное, многие уже слышали, что в Екатеринбурге продолжается столкновение между мирным населением, пытающимся отстоять сквер в городе, и некими непонятными людьми во главе с РПЦ, желающим все-таки, несмотря на противодействие жителей, построить храм в центре города. Ну, буквально через дорогу, где уже построен другой храм, им недостаточно, они хотят захватить последний сквер и там, опять же, воздвигнуть еще один храм. Люди считают лишним такую плотность строительства храмов на каждый квадратный метр, и споры идут с 2010 года. Храм, который в этот раз должен быть построен, храм святой Екатерины, он был разрушен в 30-м году, вот его хотят восстановить. И 13 мая в этом сквере поставили забор и символический камень, сообщив таким образом жителям, что процесс начался, плевать они хотели. Открытие его запланировано в 2023 году. Так как жители уже достаточно давно борются против этого строительства, то они тут же собрались в этом сквере. Вот, как вы видите, мирно демонстрировали свой протест, сначала мирно демонстрировали, затем начались столкновения с полицией, и все уперлось в этот самый забор, который неоднократно переходил то в одни, то в другие руки. То протестующие его сносили, и полиция его ставила, опять же, протестующие еще раз его снесли. И полиция опять пытается его восстановить. И здесь произошла интересная вещь. К вечеру страсти накалились, кстати, они проходили всю ночь, только к пяти утра люди разошлись, при том, что люди должны были идти на работу, все равно продолжали находиться в этом месте. И вот к ночи приехала группа академиков. Вот, посмотрите на них, так эти академики Екатеринбурга выглядят. Это такие шакалы, или, ну, себя они, конечно, называют спортсменами, борцами. Академии единоборств РМК возглавляет ее боец Иван Штырков. Если вдруг кто-то не знает, его профессиональный рекорд, 15 побед, ни одного поражения. Вот, посмотрите, такое высокоинтеллектуальное лицо. Так вот, этот академик неожиданно со своими коллегами оказался случайно в этом сквере, как он говорит. Числом 100 человек они туда, ну, совершенно случайным образом попали. Давайте послушаем. Как сказать, шокирующими новостями, что их просто, во-первых, снесли из забор, во-вторых, взяли в кольцо, стеснив к палатке, где находился камень, который должны были, ну, первым возложить перед застройкой храма. Со стороны спортсменов академии, да, я еще раз повторюсь, кто вот приехал помочь поднять забор или вообще, ну, просто посмотреть, что за ситуация там творится, ну, никакой агрессии не было точно. Я, конечно, за постройку храма. Я был изначально за, еще когда все только начиналось. Даже когда еще храм, может сказать, хотели построить на воде, первый когда проект был. Потому что я считаю, что это наше наследие. Вера – это наша сила. Постройку храма, вот, на что мы, как бы, мы просто отреагировали чисто, ну, по-человечески. Решили после тренировки поехать, посмотреть, что там творится. Ну, если вдруг нужна была бы помощь, ну, там, поднять забор, потому что сказали, что забор просто весь по всему периметру был опрокинут. А ребята, грубо говоря, взяты в кольцо там и, ну, окружены митингующими, так, наверное, мы их можем назвать. Вот, все, мы просто подъехали туда и, ну, несколько часов стояли в стороне, смотрели, как это все происходит, в надежде на то, что, ну, уже вмешается. Ну, во-первых, понятно, Иван Штырков, конечно же, глубоко верующий человек, как и вот эти все ребята. И храм им крайне необходим, одного храма им недостаточно, нужно, чтобы храмов было побольше, это одно дело. Но что лично меня напрягает, так это откровенная ложь этого человека. Ну, вот подумайте, о чем он говорит. Мы просто так прогуливались и решили подъехать и посмотреть, что там. Он пытается объяснить свое нахождение неожиданное в этом сквере, как просто прогулку в хорошую погоду. И вот так вот просто прогуляться пришли сто человек. Причем они организованно пришли. Возникает вопрос, а вот они после вот этой своей тренировки, как он говорит, они как туда приехали? Ну, вот сто человек, это минимум 25 машин или что-то в этом роде. Они что, туда целой колонной ехали? Или как это так получилось, что они вдруг все разом там оказались? Так вот, мое мнение, что их туда подвезли на каком-нибудь автозаке или автобусе, просто погрузили этих баранов и привезли туда для того, чтобы они разгоняли толпу. И после он говорит, что, конечно же, не применялась никакая сила, они просто там стояли так для красоты рядом с этой палаткой, охраняя этот камень. Если вдруг кто-то не в курсе, почему так получилось, потому что строительство этого храма решил спонсировать русский миллиардер Игорь Алтушкин. А он, как известно, вкладывает свои деньги в единоборство. То есть шеф позвонил своим проституткам и сказал, ну так, Ваня, давай-ка с ребятами вперед, сквер, и в случае чего разгоняйте этих малахольных. Вот так и получилось. Вся эта история мне очень сильно напомнила картины 90-х. Помните, ходили такие амбалы, защищая рестораны, банки, создавая огромное количество охранных агентств, и все они были так называемые «спортсмены» в кавычках. По большому счету спортсмены в других странах, ну совершенно точно, не ввязываются в гражданские акции протеста, или стараются дистанцироваться от политики. В России же совсем другая история. Как видите, любых спортсменов, даже такого типа, как этот Штырков, можно спокойно привлечь к разгону населения. Ну что ж, известная поговорка, на штыки можно опереться, но на них невозможно сидеть. Ну а Ивану Штыркову, конечно же, всенародный позор. Был бы я россиянином, не смотрел бы его бои, никогда бы не поддерживал, ну и уж тем более в интервью журналистам не стоит произносить слова «Вы наша гордость». Нет, нужно говорить, что «Вы наш позор», называть вещи своими именами. Если вы со мной согласны, ставьте лайк. Если видео получит много просмотров, может быть и до этого Штырка дойдет, что власть-то может смениться, а народ останется. И если ты, Ваня, будешь действовать подобным образом, то тебя будут освистывать везде, где бы ты ни появился. Академик сраный. Я стою, наслаждаюсь природой и погодой. Здесь сегодня просто столько бойцов РНК сразу. Видимо, хорошая погода для всех. Всегда хорошая. Ну это понятно, ну что мы выкаем, да? Мы же понимаем, зачем вы поняли. Ну иван, ну что же это самое. Давайте расскажите на самом деле ваша позиция по храму, по тому, что происходило здесь сегодня 2 часа назад. Что здесь происходит? Ну здесь часть горожан снесли ограждение, на котором собираются построить храм. Мы знаем, что русская медная компания и УГМК планируют здесь построить храм. Вы как представитель Академии бокса, РНК и мы понимаем, что вам не все равно. И поэтому мы хотим вашу позицию тоже узнать, как у человека, которым мы гордимся и так далее. Позиция по тому, что люди против постройки храма, но я уже и усказывал, что это, я считаю, глупость на самом деле. Ну и сам факт того, что люди поступили так, как они сейчас поступили, доказывает их, наверное, как минимум глупую, какую-то точку зрения, мировоззрения и просто правонарушения. Так как мы прекрасно знаем, что это законная территория для постройки храма, она уже полдана под застройку. И когда люди ведут себя подобным образом, они должны, наверное, нести наказание. Спасибо. Я так.